В этом видео я решил сделать обзор антенны ПАК-12. Покупал я эту антенну специально для выездов. Она из себя представляет вертикал и обеспечивает работу на коротковановых диапазонах от 7 МГц и выше. Антенна поставляется в такой сумочке. Габариты сумки 22 на 35 см. И внутри сумки лежит все, что нужно для того, чтобы эту антенну собрать. Это алюминиевые штанги, 4 штуки длиной по 30 см. Для того, чтобы ставить антенну на землю, этот колышек вдавливается в землю и на него сверху накручивается антенна. Далее элемент для подключения кабеля. Он накручивается на колышек, а дальше ставятся все остальные элементы. Или удлиняющая катушка, или штанги. И в самом конце ставится телескопическая секция, длина которой, если я не ошибаюсь, длица 0,7 метра. Характеристики антенны основные указаны здесь, на шильдике. То есть указано, что у нее 100 Вт максимальная мощность, КСВ обеспечиваемый и не хуже, чем 1,3. Полоса частоты 7 до 50 МГц, а на высоту сопротивления 50 тонн. Длина 4 метра 10 см. Длину проверял, длина соответствует. Указаны прочие габариты, суммарный вес. Я свою сумочку не взвешивал, но сумка довольно легкая, и удобная в переноске, и для крепления всех элементов. Вот таким вот отделом оба образом все выглядит. Есть держатель антенны, качество изготовления хорошее у всех компонентов. Штанга. Алюминиевая. Резьба используется М10. Длиняющая катушка. Качество изготовления катушки хорошее. Судя по всему, используется нержавейка. По крайней мере, за примерно полгода, что эта антенна у меня есть. И с учетом выезда на природу. Никаких следов ржавчины здесь нет. Единственное, что скажу сразу. Здесь надо очень внимательно следить за подвижным контактом. Он норовит отсюда выскочить. И лучше его там каким-то образом или примотать, или каким-то образом еще его закрепить. При этом, чтобы был контакт с полоском, по которому эта подвижная часть перемещается. А также с помощью этой катушки происходит настройка самой антенны на требуемую частоту. То есть антенна собирается, ставится и дальше. Или с помощью трансивера, или с использованием анализатора антенного. Путем или перестройки этого бегунка, или изменением длины телескопической секции, делается подстройка на требуемую частоту. Вот так вот выглядит элемент для подключения кабеля. В комплекте была инструкция, значит, сейчас она отсутствует, потому что все придет. Элементарно просто и понятно, инструкция больше не нужна. И в комплекте шли вот такие вот противовесы, в общем, это мотня, сделанная из компьютерного шлейфа. Значит, использовать эту мотню было очень сложно сразу же на первом применении, значит, как ее сначала нужно было разделать, каждый проводник из этого шлейфа, потом аккуратно все это раскладывать, сматывать и так далее. Короче говоря, я скажу так, что это полная ерунда, которая путается, в общем, но пользоваться ей невозможно этой мотней. Поэтому я сделал свои противовесы. Значит, здесь четвертого противовеса пока нет, он отдельно лежит. Здесь получается сдвоенный провод, который запаян на крокодил. Значит, длина каждого проводника здесь 5 метров. То есть, итого, имеем в общем виде 8 проводов по 5 метров. И проводники крепятся, точнее, к крокодилу крепятся к шайбе. Шайба ставится у основания, сюда вот одевается на держатель эта шайба. Значит, и к ней крепится уже к крокодилу, что обеспечивает удобство пользования. Вот, но противовеса еще не испытывал. Далее, сделал к этой антенне, значит, магнитное крепление. Здесь магнит, значит, плюс переходник. Резьбы с М8 на М10. Вот эту антенну я проверял на подоконнике. Ну, на 20-ку на подоконнике удалось бы настроить это в жилом доме, многоквартирном. По эффективности, сложно сказать, как она хорошо работает дома. Вот, но в поле она работает хорошо, значит, проводили выезд с этой антенной. Вот, и на моем канале есть видео с результатами сравнения антенн. Вот, я скажу так, что для своих габаритов антенна работает нормально и даже, ну, более чем. Вот, потому что вот на, например, 20-метровом диапазоне это получается вполне себе нормальный вертикал. Вот, значит, на 40 метрах работа с этим штатным коленом не проверялась, потому что 4 метра общей длины, 4 метра 10 сантиметров общей длины для 40-метрового любительского диапазона это все-таки мало. Поэтому, значит, я купил дополнительное колено телескопическое, которое ставится взамен родного. Длина этого колена телескопического, значит, дополнительного 5 с чем-то метров, то ли 5,20, да, вроде бы 5,20. Вот, единственное, колено это немножко больше по длине, значит, оно 60 сантиметров в длину, значит, и в сумку не вмещается, поэтому отдельно ввожу его. Ну, в сумме получается длина антенны около 7 метров с другим коленом. Вот, и вот на сарковку она строится, значит, это проверял. Вот, причем по приему она, значит, сравнима была с более крутой антенной Big E, которую тоже испытывали в поле. Вот, антенна раскладывается это быстро, буквально за считанные минуты, то есть, приехали, значит, антенну собрали, все это скрутили, значит, установили ее на землю, раскидали противовесы, протянули к кабель, все, значит, можно работать. Вот, значит, пока что большое количество выездов, значит, данной антенны было сделано, вот, ну, планирую ее использовать в полевых выездах. И вот на сегодняшний день антенна мне нравится, вот так и по качеству изготовления, так и по своим характеристикам. Потому что, вот, например, на 20-ти метровом диапазоне, на котором я чаще всего люблю работать, это по полноценной вертикалу, вот, который просто должен работать нормально. Вот. Сумочка довольно легкая, точнее, полный комплект антенны. Вот, свой вариант я не взвешивал, вот, но переносится легко, вот, компактно. Поэтому, если рассматриваете такую антенну, значит, то рекомендую ее приобретению. Называется она почему-то по-разному, вот, есть варианты, здесь вот указано GPC-7, значит, и в интернете она тоже встречается, иногда под этим именем. Вот, либо под вариантом ПАК-12, Павел Анна Центр-12. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok